Им слегка за 50, но возраст волонтерам не помеха. Они готовы оказать нуждающимся любую посильную помощь и своим примером разрушить стереотип, будто люди в их возрасте лишены активной жизненной позиции. Поэтесса Мира Михайлова из тех, кто отказывается сидеть на пенсии, сложа руки. За свою жизнь она написала сотни стихов и теперь делится своими знаниями с детьми из поэтического кружка. Это время, когда у человека еще есть силы и есть опыт и есть что-то в душе, чем можно поделиться с подрастающим поколением. Я думаю, это замечательная инициатива и прекрасное движение, и оно принесет пользу для всех нас. Открытие Центра Серебряного Волонтерства в Карачаево-Черкесии возможно благодаря гранту от благотворительного фонда «Память поколений» в рамках федеральной программы «Молод душой». Это центр 17-й по счету в России и первый на Северном Кавказе. Выгодно отличать серебряных добровольцев от добровольцев из числа молодежи то, что они более ответственные, никогда не бросят дело на полпути, они всегда добьются результата. Они уже в силу своего опыта и возраста точно знают, какие ведомства нужно обращаться, где посмотреть, где почитать, где помощь получить. Поэтому они еще нас с вами научат, как работать нужно. И хотя ряды серебряных волонтеров только начинают пополняться добровольцами, планы у них уже очень амбициозные. Например, создать этим летом в поселке Пхия творческий лагерь для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры собираются заниматься с ребятами поэзией, хореографией, вокалом и даже туризмом. Но и сейчас они не сидят без дела. У нас сейчас запущен проект диалоги с серебряными волонтерами. Раз в месяц мы посещаем школы с беседами, с рассказами о своей жизни серебряные волонтеры приходят. То есть к тому или иному направлению проявивших интерес человек 50, которые уже готовы участвовать в реализации наших проектов добровольческих в Карачаево-Черкесской республике. Поэты и художники, спортсмены и врачи, инженеры и экскурсоводы. С каждым днем ряды серебряных волонтеров пополняются самыми разными людьми. И все они поставили перед собой нелегкую, но благородную задачу – помогать людям. Юлия Житнальяк, Малхожев, Архиз, 24.